Весной прошлого года поисковики Волгоградского военно-патриотического отряда Курга во время ежегодной вахты памяти нашли останки 11 бойцов, что погибли во время Сталинградской битвы в 20 километрах от Волгограда. В начале апреля уже этого года одна из статей газеты «Владивосток» проходит под заголовком «В списках пропавших без вести больше не значится». Это передача «Время говорить». Меня зовут Евгений Черемухин. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях председатель Владивостокского городского совета ветеранов Сегейт Кондратенко. Здравствуйте. Журналист газеты «Владивосток», собственно, автор материала Наталья Гречина. И Юрий Сыромянников, руководитель общественно-поисковой экспедиции «Рокада». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Хотелось бы начать с вас, Наталья, об этом материале. Скажите, как это было? Каким образом с вами связался Курган? Что такое вот эта вахта памяти? И какое это значение имело для нас? Ну, к нам обратились поисковики из отряда Курган Волгоградского. Вахта памяти это проходит у них периодически каждый год акции. И они идут по местам боев и находят еще погибших, незахороненных героев Сталинградской битвы, которой, к сожалению, еще осталось достаточно много. Каждый год у них проходят большие акции. Каждый год десятки, а то и сотни бойцов той войны находят могилы свои. И, естественно, они стараются найти родственников этих людей, чтобы сказать, что их родные не пропали без вести. Они найдены. Есть могила, на которую они могут приехать, положить цветы и отдать память. Вот. Они обратились к нам с просьбой найти родственников Григория Геннадьевича Казина, про которую было известно только, что его жена жила по Владивостоке до войны на Пушкинской, 33. Вот. Ну, это было непросто. А что находится в том здании сейчас? Сейчас это офисное здание до войны. Это была горная школа. То есть это было здание ДВФУ нынешнее. Вот. И это нам уже потом удалось выяснить. Вот. Это было, кстати, одной зацепкой, которая нам помогла выйти на его родственников. И в родственнике нашлись хабаровские. Это внук и правнук Юрий и Михаил Казины. Вот. Оказалось, что они нам сказали уже потом, что их дедушка преподавал в ДВФУ, как раз в этой горной школе, а его имя выбито на мемориале политехом, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Оказывается, что Владивосток все это время охранил память о герое Сталинградской битвы. И, в общем, для нас это было... То есть там он был безымянный, а здесь о нем знали. Я правильно понимаю? Ну, знали, что он погиб. И знали, что он погиб именно в Сталинграде. И что... Ну, вот все, что нам удалось узнать, то, что с 1937 года по 1941 он ученый, преподавал в ДВФУ. Предподавала его жена, слепышево ЛК. Как потом нам удалось выяснить, Любовь Кузьминична. Вот. Любовь Кузьминична, к сожалению, уже нет живых. И сына их Владимира тоже. Вот. Ну, каким-то чудом нам удалось по ряду зацепочек, проведя целое журналистское расследование, найти его родственников в Хабаровске. Мы очень рады. Они тоже безумно рады, что память о их деде восстановлена. 7 мая пройдет захоронение под Волгоградом остатков героев. И мы очень надеемся, и они очень хотят поехать на это захоронение, чтобы побывать на могиле своего деда и прадеда. А вот если перейти сейчас к вам, Юрий, скажите, почему важно заниматься такой работой и помнить о том, что наши предки, наши деды были по-своему героями? Ну вот, я поисковой работой занимаюсь в седьмой год. Вот. Шесть лет назад по инициативе капитана третьего ранга запаса Алексея Кучерова начали объединяться люди, деды и отцы, которых воевали в войну. Не только на Западном фронте, а и здесь, на Восточном фронте. Вот. Мой отец, 17 лет, был призван в армию. В 43-м, в 49-м его волили рядовым солдатом. Шесть лет солдатской службы. В 50-м он родил меня. Ну вот у меня награды моей семьи. Это материнская за доблестный труд в Великой Отечественной войне, корейская серебряная за освобождение Кореи и за победу над фашистской Японией. А также здесь знак, солдатский личный номер. Вот. Впервые в советских вооруженных силах эти номера были в частном порядке введены во время войны с Японией. Потом они были упрощены, упразднены, и потом они возникли только по результатам Первой Чеченской войны. Когда обстоятельства заставили наши правительственные и государственные органы отчитываться перед погибшими. Вот. И тогда они были восстановлены. Сейчас их вручает в военкомате каждому солдату. И вот здесь у меня знак участника огненных конвоев. Вот. Два последних знака. Они просто ко мне пришли через людей, с которыми мы общаемся. А вот эти три награды мои. То есть вот мы должны себя спросить, сколько еще народ будет болеть войной? Ну, мне кажется, до столетия победы. После столетия победы народ будет относиться к ней так же, как к победе в Первой Отечественной войне 1812-1814 года. То есть боль уже отойдет. Родная кровь уже опосредованно отодвинется. И вот сейчас дети и внуки еще чувствуют своих дедов, своих отцов. Я своего отца чувствую. А мои внуки, они уже будут хуже. Но почему надо заниматься этой работой? Потому что вот лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» он, лозунг немножко такой лукавый. Лукавый. В каком смысле? Потому что мы помним о всех погибших, да, а память требует помнить каждого индивидуально. А у нас только полтора миллиона без вести пропавших. Без вести пропавших. Семья отдала солдата на фронт, и солдат пропал без вести. Раз такое может быть? Может, в исключительных случаях. Но не в полутора миллионах. Уже давным-давно пора эти полтора миллиона выставить на какой-то сайт и сказать «Спасибо вам, погибшим за Родину!» Это будет спасибо тем семьям, которые отдали. И персонально каждому. Кроме того, значит, есть множество могил, которые с течением времени пришли в запустение и забвение. И вот война с Японией была короткой, практически 10 дней, но очень ожесточенной. Больше 12 тысяч погибших, и умноженное на 3 или на 4, это санитарные потери и раненые. И вот мы работаем на линии боевого развертывания войск 1-го Дальнего Восточного фронта. От Хасана до Ханка. Политика какая была? Политика была следующая. Всех раненых вывезти на нашу территорию, и на линии границы были развернуты эвакуационные батальоны. Вот, санбаты. В этих санбатах производили сортировку, оказание первой помощи и рассылку. Тех, кого везли, и кто умирал по дороге, тех, кого в медсанбате обрабатывали, и он умер, хоронили здесь же, на линии границы, на первых метрах нашей земли. 500, там, 600, 700 метров. Проспадка. Да. С течением времени эти люди стали травой и землей. То есть это братские могилы на пороге, по сути. Да, да. Сейчас, кроме пограничников, там никого нет. Уровские войска выведены, согласно соглашению, уже не одно десятилетие ему. Да, и вот, а эти люди там лежат. Лежат. И мы считаем долгом, ну, совести, эти могилы найти, обиходить, установить памятные доски, обелиски, передать пограничникам, передать администрации, для того, чтобы они помнили. Вот здесь, вот здесь лежат люди. Людмила Николаевич, ну, вы как никто другой это должны знать, вы все-таки руководили экспедицией. Кстати, Рокада, что означает это? Это дорога, параллельная фронту, обеспечивающая фронт, как силами, так и средствами для ведения боев. То есть, если... А от Рокады колонные пути выводят на передний край. Каких успехов удалось достигнуть? Сколько уже удалось найти? Может быть, вы припомните какие-то знаковые особенности? Да, конечно, конечно. Вот за шесть лет, ну, вот последний, мы каждый год едем, имея план. И в этом плане обязательно, значит, закрепление на местности ранее обнаруженных могил с выставлением мемориальных памятных досок и обелисков. Значит, вот, ну, я так, на память вам говорю, что мы на сельском кладбище Барабаш-Левады восстановили могилы и установили имена. Значит, мы восстановили могилы летчиков в селе Поповка Харульского района. Значит, мы восстановили солдатские могилы умерших от ран на территории пограничного района в Сергеевке, на Гродоковском старом кладбище. Значит, вот, 8 мая этого года мы поедем в Жариково пограничного района. Там две могилы летчиков, которые погибли в боях, и там захоронены 9-й армией. И там тоже брошенные, забытые могилы раненых, умерших в госпитале. Вот. А можно кратко, как это все происходит? То есть у вас есть какие-то, скажем так, подвязки, с архивами, с какими-то службами? Да. Вот мы горожане, мы горожане. Мы оказываем физическую помощь, ну и моральную, конечно. Тем людям, которые, живя на линии границы, значит, твердо знают, что это вот земля ихняя, и на их земле должен быть порядок. Вот. Очень хорошо, можно сказать, изумительно. Отлично. Любая превосходная степень подойдет. Работает объединение, вспомним всех поименно, пограничный район. Возвозглавляет это объединение майор Запаса Долженко Анатолий Валентинович. Он помощник главы администрации по МОБ работе. Он бывший уровец. Вот он из казачьей семьи. И вот он там, в своем районе, работая в теснейшем контакте с Тодоровым Николаем Александровичем, главой пограничного района, вот они там делают такое, что не верится. Ну, допустим, один пример массовый. Вот в пограничном на Сопке Снеговой исторически была братская могила на полтора тысячи солдат и офицеров. Когда война с Японией кончилась, через месяц товарищ Сталин сказал, значит, всех погибших и захороненных неорганизовано на той стороне, вывезти и захоронить достойно на нашей стороне. И вот в Приморском крае есть несколько населенных пунктов, ну, например, Камень-Рыболов, например, Пограничный, например, Риман, ну, значит, Краскино, где захоронено по тысяче человек. И вот в Пограничном, значит, на Сопке Снеговой, вот они были захоронены, ни одной фамилии не было. Ни одной фамилии не было. А у них есть там дети, есть внуки, которым было бы интересно прикоснуться, да? Вот. Что сделали? Что сделали вот эти люди? Эти люди по сетям дали сообщение. Люди России, и не только, бывшего Советского Союза. Кто хочет возродить эти имена, пожертвуйте. Пожертвуйте. Стали приходить пожертвования. Вот Валерий Меладзе, значит, ну, он, какое отношение? Оказывается, отношение. Вот он 50 тысяч прислал. Да? И вот на эти деньги, деньги оказались немалые. Мы в позапрошлом году там открыли мемориальные плиты. Сопка Снеговая раскрылась в людях. И когда там открывали, то администрация и вот это вот поисковое объединение, которое возглавляет Долженко, оно справочный материал подготовило по тем, кто вот не просто фамилия, а человек. Вот говорили, вот этот лейтенант сделал, кто-то воевал там, да, это капитан, этот рядовой, это все. То есть по легалиям аннотация. Да, да, да. Краткая, краткая. Что за люди здесь лежат? Илья Николаевич, простите, вас немножечко сейчас перебью. Вот вы сейчас упомянули, что должна семья тоже интересоваться. То есть действие у этих людей были дети, правнуки, внуки. Вот тут хотелось бы все-таки, подождите, буквально секундочку, хотелось бы перейти сейчас вот к вам, Сергей, вы председатель городского совета ветеранов в Владивостоке. Вы как никто другой должны, может быть, изнутри видеть, чувствовать, есть ли какой-то отклик со стороны вот молодого поколения или среднего поколения. Возьмем поколение 80-х, 90-х и позже. Скажите честно нам. Конечно, есть. Дело в том, что, вот Юрий сказал, что полтора миллиона бездетий пропавших. Мы вот больше занимаемся сейчас, я сам как ветеран боевых действий, занимаемся локальными войнами и военными конфликтами. Я скажу, что у нас нет бездетий пропавших по локальным войнам и военных конфликтам. Потому что мы собрали весь этот материал. Собрали. Вот памятник, вы знаете, был сооружен около Дома молодежи погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Когда мы сооружали памятник, это она силами и средствами ветеранов боевых действий. Когда памятник сооружали, мы собрали все данные начиная от Кореи, начиная от Кореи, кончая вот сейчас данный момент в Сирии, о погибших ребятах. То есть работа ведется на сегодняшний день? Да, по сегодняшний день. Она постоянно ведется. И на сегодняшний день у нас вот 402 фамилии. От Кореи, начиная там, Даманский, значит, Афганистан, Чечня и Сирия и другие там. Вот. И, значит, все мы знаем, где они воевали, где служили, где они похоронены. Вот в Приморском крае похоронено 400, 210 человек в крае вот в локальных войн военных комплектов. В Владивостоке 51 человек похоронено. И вот помимо того, что памятник, я говорил, мы создали, значит, мы, значит, вот по войне на Северном Кавказе, Чечне и Ангушетии, мы под редакцией такого знаменитого корреспондента Андрея Строзкова вот издали 4 книги памяти. Вот здесь все 180 человек. На каждого есть страничка. Я скажу, что нам помогало в этой работе, помогали вот ребята современные, вот, собирали материалы. Ну, я хотел бы еще добавить, что сейчас вот было сказано о подвигах Владивостокцев. Ведь у нас есть знаменитые люди, которые во время войны подвиги совершали. Вот вы знаете, наверное, есть такое секретарение у Константина Симонова. Был у майора Мадеева товарищ майор Петров служили еще с гражданской еще с 20-х годов. Мало кто знает, что прообразом этого значит люньки артиллериста был наш значит вот полковник Лоскутов, который служил в Веливостоке. Вот служил, значит, вот реально он там воевал, вызвал его на себя, вот потом служил в Веливостоке, умер по инициативе общественности, по инициативе администрации города, по инициативе Думы, в позапрошлом году была открыта доска памяти вот на доме, где он живет, он на Травой речке, жив точнее, умер. Вот и сейчас я скажу спасибо газете Веливосток, вот Наталье в частности, значит, сюда нам прислали землю вот с этой высоты, на которой вот Ленька артиллерист Лоскутов вызывал огонь на себя. И буквально 28-го числа вот мы с газетой Веливосток проводим акцию на кладбище туда поедем к нему на кладбище на лесное, часть земли мы посхороним, захороним у него на могиле, потом приедем к дому, значит, около доски памяти будем, и остальную часть земли у нас будет находиться, значит, в Совете ветеранов, у нас есть свой музей. Вот и тем более, знаете, что кажется, есть место подвигу и сейчас. Вот сейчас фактически подвиг Леньки артиллериста Лоскутова Ивана вот сейчас повторил в прошлом году Прохоренко Александр в серии повторил, тоже огонь на себя вызвал этот мальчишка старший лейтенант, помните это событие, погиб сам, но ему присвоено звание Героя Российской Федерации, то есть есть место подвигу в жизни. Естественно, подробнее о героизме для восточных людей узнаем после короткой рекламы. Это снова передача «Время говорить» в студии Евгений Черемахин и мы обсуждаем тот факт, почему важно помнить о героизме наших предков. Снова вернемся к вам, Наталья. Как сохраняется память о героизме и почему ее нужно сохранять в медийной сфере, в общественном сознании? Мне кажется, что любой человеку важно сохранить память своей семьи и это вообще очень важно. То есть вот сейчас только что говорили о том, что нужен такой ресурс, где были опубликованы все имена пропавших без вести, участников, они на самом деле существуют. В газете Владивосток была по этому поводу подробнейшая статья, где я на примере своего дедушки рассказала его путь, который он прошел во время войны. Погиб он в 42-м году в Карельских лесах, на минном поле подорвался. И здесь очень много ресурсов, на которых можно войти и найти информацию все о своих родственниках погибших или участниках Великой Отечественной войны. Кстати, поисковики Кургана именно здесь нашли информацию о казни Григория Геннадьевича, которая привела его по Владивосток. Вот, кроме того... Для наших зрителей попробуем краткую инструкцию по применению дать, если они хотят знать о своих без вести пропавших, скажем так, дедушках. Да, пусть заглянут газеты в Владивосток от 18-го числа и найдут нашу инструкцию. Хорошо, понял. Не будем раскрывать все карты. Да. Хорошо. Юрий Николаевич, есть ли вам что добавить? Есть. Значит, вот когда Наталья опубликовала две толстушки в Владивосток, значит, я позвонил и сказал, что мы в километре от российско-китайской границы в прошлом году установили могилу, установили захороненного в ней, поставили обелиск. Вот он, это красноармелец Селиванов, был убит в первый день начавшейся операции с сопредельной стороны при прокладывании телефонной связи. Значит, когда мы через ресурсы вышли и через стариков-пограничников вышли на имя этого человека, то мы обратились в военкомат, откуда он был призван, спорь бы нам помочь. И там помогли, нашли родственников. Эти родственники написали Анатолию Долженко и главе администрации очень трогательное письмо. Второе. Мы стараемся с печатными органами взаимодействовать. Было три публикации в Суворовском натиске, в Красной Звезде и в боевой вахте относительно захоронения в поселке Краскино. Там около тысячи человек на пересечении главных улиц погибших, вывезенных с той стороны и около четырехсот человек, умерших в госпиталях. Вот кладбище, где захоронены эти 469 человек, оно находится в безобразном состоянии. То есть там прошли бульдозерами, когда Джуди, вот был тайфун и размыло кости. Все выровняли. Единственным напоминанием об этом стоит памятник возведенный зам законодательного собрания Тикеевым, Джамбалатом Тикеевым по просьбе ветеранов. А вся территория, где лежит 400 человек похоронены, это же целое футбольное поле. Мы ставим вопрос о том, что давайте изыщем деньги, некому в районе поднять флаг. Вот нет второго долженка. Давайте изыщем деньги, огородим территорию, выложим дорожки, передадим школе и таким образом закроем вопрос. Вопрос не закрывается. Потому что один из ветеранов, по инициативе которого мы влезли в это дело, и уже вращались к Розову, и я лично к Миклушевскому, и я лично Горчакову. Ответ везде один. Ответственность за поддержание в порядке воинов, захороненных лежит на муниципалитете. Вот Краскинский муниципалитет, мы к ним когда зашли в Краскинскую администрацию, мне зам говорит, о чем ты просишь меня, мне лампочки купить не на что, мне лампочки купить не на что, а ты хочешь, чтобы я тебе дал миллион, и чтобы мы провели планировку, и все это. Дайте нам деньги, у нас безработных море, желающих заработать. Мы все сделаем с блеском. Дайте нам деньги. Вот не находится человек, который бы поднял общественность Хасанского района, и сделать вот такое дело. А в соседнем районе, вот в Октябрьском районе, там представитель Совета ветеранов полковник Щербак, авганец Алексей Борисович, и заведующая музеем Аграфинина Наталья Федоровна, вот они на своих захоронениях, которые были в безобразнейшем состоянии, вот просто в ужасающем, вот, например, на сопке Абрикосовой в селе Константиновка или в Новогеоргиевке, там, ну, смотреть было невозможно, я могу показать, это ужас, да, и вот они подняли людей, собрали деньги, на эти деньги дали работу, кто хотел заработать, участвовали сами, значит, и вот сейчас на сопку Абрикосовую можно экскурсионную вертолетную трассу делать, с тем, чтобы посмотреть, как так держатся могилы погибших, точно самым Могерденьги, вот, вот в Хасанском районе этого нет, и последнее, значит, последнее я хочу сказать, да, вот, мы, идя по маршруту, мы ищем все могилы, разные принадлежности разных годов, вот, например, в Уссурийске, в Уссурийске на городском кладбище есть участок, где захоронено 10 летчиков, погибших в Корее, вы вначале говорили, вот, они были там ранены, вывезены в Уссурийский госпиталь, и в процессе лечения умерли, и они там захоронены, вот это групповое захоронение, там 10 могил, в общей ограде, вот мы приехали в прошлом году туда, там Бурьян, рост человека, там десятилетия уже, никто не касается этого дела, это известный факт, я так понимаю, это известный факт, это летчики, летчики, приморские летчики, которые воевали в Корее, получили там ранение, вывезенные домой, и умершие от ран, да, то есть вот, никто не забыт, никто не забыто, слова красивые, но под эти красивые слова, власть должна изыскивать деньги, не ссылаясь на муниципалитет, потому что все говорят, денег нету, нету денег, вот в Октябрьском районе и в пограничном у нас деньги есть, у совестливых людей, которые вот, как, да, ну вот, то есть одно дело освещать мрак помещения лампочками, на которых денег нет, а то другое дело освещать мрак истории, да, да, и еще вот, значит, вот нам передали орден, знают, что мы пасковики передали орден, сказали, вот мы, этот орден, ну ясно, что отечественная война, номерной номер, да, вот мы его нашли в лесу, в лесу, ну, есть семья, которая, да, вот там, значит, сделаем запрос в центральный архив Министерства обороны, из Министерства обороны официальный ответ, вы не являетесь официальной организацией, поэтому мы вам ответ, кому принадлежит орден, дать не можем, мы вам предлагаем орден выслать к нам, а мы сами с ним разберемся, да, мы говорим, мы тоже разберемся, мы тоже разберемся, но мы по делу совести и любви к памяти, да, вот, а вы бюрократ, вы центральный архив, давший этот ответ, вы бюрократ. Ну, во-первых, вот Юрий Николаевич сказал, что там, сказали, что органы власти, на местные органы возложены в уиколичной памяти, ну, лукавят. Есть закон федеральный, который говорит, в равных долях, в общем-то, ответственность, и федеральные власти, и краевые, и власти местные, поэтому только на местные власти, которые не исчезли, зачастую нельзя, значит, сваливать всю эту работу. Ну, я скажу, что у нас в Владивостоке такие же прецеденты создаются, имеется в виду перезахоронение. В 15-м году поисковики города Воронежа нашли, значит, останки нашего владивостокского парня, Владимира Цибульского. В 16-м году мы его на лесном кладбище, значит, перезахоронили, и сейчас, вот уже администрация города, вопрос решен, там некоторые вирократические такие есть, значит, крючки, но у нас на лесном кладбище будет создан комплекс, значит, могила красноармейца, потому что это у нас единственное воинское захоронение Западного фронта, потому что все люди, которые ушли воевать Владивостока с Приморья, и которые погибли, начиная от Москвы, Сталинграда, до Берлина, до Праги, они похоронены на Западе, только Володя Цибульский похоронен здесь, вот, значит, Мариру будет оборонен, очень хороший эскиз уже, вот, каждый, значит, житель Владивостока, у кого погибли родственники, деды, прадеды, на Западе, может прийти 9 мая, другие памятные дни, на могилу Владимира Цибульского, положить цветы, символическое, своим, значит, родственникам, вот у нас, вот его захоронение есть, здесь, но сейчас оно будет проводиться, я вас понял, ну, будем надеяться, что и журналистская работа, и работа различных аспектистов, включая вашу, и общественная работа, будет продолжаться по этому вопросу, я напоминаю, что это была передача «Время говорить», помните и любите подвиг своих предков, до свидания. До свидания.